Добрый вечер! Час новостей на 12-м канале в студии Денис Жарко в этом выпуске. Обильные осадки и длинные пробки. На Омск обрушился снегопад. Что сейчас творится на дорогах? Диспетчер уснул, машины с полосы не убрали. Сегодня годовщина со дня крупнейшей авиакатастрофы на территории России. Под наблюдением Любинский проспект. Зачем на улицах города ставят камеры и кто в режиме реального времени следит за прохожими машинами? Тариф подрастет. Омские перевозчики просят РЭК повысить стоимость проезда. Встреча с раздолбаем и циником, о чем рассказал столичный писатель Александр Цыпкин в аудитории ВУЗа и в студии 12-го канала. И в нашем городе он осмысливал самого себя. Сегодня 195 лет со дня рождения классика мировой литературы Федора Достоевского. Полиция ищет мужчину, сбившего несколько часов назад мать с тремя детьми. В городе введен план перехват. Страшное ДТП произошло на улице Светловская. Водитель легкового автомобиля сбил женщину с тремя маленькими детьми. Один ребенок погиб. Пострадавшие с многочисленными травмами в тяжелом состоянии в больнице сейчас за их жизнь борются врачи. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, виновник ДТП, не снижая скорости, буквально протаранил пешеходов и скрылся с места аварии. И вот что нам об этом рассказали в госавтоинспекции. Прибывшими сотрудниками госавтоинспекции предварительно установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате которого три человека доставлены в медицинское учреждение, два из них дети 13 и 15 годов рождения. Одна девочка 2010 года рождения скончалась до прибытия в медицинское учреждение. После ДТП водитель оставил место происшествия. Незамедлительно был введен план перехват. В ходе оперативных действий автомобиль был установлен в близлежащем дворе. Водитель данного автомобиля оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия. В настоящее время устанавливаются его данные, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. К другим темам в Омске сегодня сильный снегопад, а мечи буквально завалили социальные сети фотографиями красивейшего природного явления. Интересно, что снегопад обошел стороны городок нефтяников, а вот в других районах города в снегу деревья, крыши домов и дороги. Пользователи радуются долгожданной зиме. Впрочем, кроме восторженных комментариев под многочисленными фото и предположения о грядущем транспортном коллапсе, как правило, кардинальные изменения погоды приносят за собой в пробки. Впрочем, предсказанные о мечами десятибальные заторы не сбылись. Тем не менее, на отдельных улицах скорость движения автомобилей была не выше 5 км в час. Кстати, обильные осадки в эти дни продолжатся. Синоптики также прогнозируют гололед и порывистый ветер. Не исключены ледяные дожди, обледенение автомобильных трасс, порывы линий электропередач. Кстати, такая же погода в Омске была 32 года назад. 11 октября 1984-го произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории России. В 5.40 утра транзитный ночной рейс 3352, следовавший по маршруту Краснодар-Омск-Новосибирск, заходя на посадку в Омском аэропорту, столкнулся со снегоуборочными машинами. На борту самолета Ту-154 находились 170 пассажиров, из них 24 ребенка и 9 членов экипажа. В пожаре четвертой степени выжили лишь 5 человек. С очевидцами страшной трагедии пообщалась Екатерина Балучевская. Температура воздуха плюс 3 градуса, порывистый восточный ветер, моросящий дождь и даже мокрый снег. Сегодня на территории Омского аэропорта сплошная серая облачная пелена. Не самые лучшие, но все же подходящие для посадки метеоусловия. Такими они были 32 года назад, когда 11 октября 1984-го на взлетно-посадочной полосе Омска-Центрального произошла крупнейшая в истории СССР авиакатастрофа. Экипаж 384-го летного отряда выполнял транзитный рейс 3352 по маршруту Краснодар-Омск-Новосибирск. На борту 170 пассажиров, из них 24 ребенка, 9 членов экипажа, почти 3 тонны багажа и 3 сотни килограммов почты. В воздухе никаких нештатных ситуаций, взлетная масса не превышает норму. Дело было за малым – посадить железную птицу. Диспетчер старта был обязан доложить коллегам. Посадочная полоса занята, но уставший работник случайно уснул. Андрей, полоса свободна? Молчок. Я еще раз спрашиваю, потому что секунды текут, надо отвечать быстро. С третьей попытки от диспетчера Андрея Бондаренко все же удалось добиться ответа. Положительного посадку разрешили. Налево садить. Нормально. Малый газ. Что такое? Машина. Право, право и право. Авиалайнер протаранил машины на скорости почти 300 километров в час. Удар, скрежет и взрыв. Все. Я очнулся уже на полосе. Эту ногу сразу отбило левую. Чик. А это вот. 12,5 сантиметра. Раздроблена была кость. Мы пытались открыть снаружи дверь, чтобы можно было проникнуть в самолет кого-то или вытащить, или те оттуда могли бы выползти, вылезти. Очевидцы с ужасом вспоминают. Горевший самолет тащило по полосе. Люди горели заживо. Даже прибывшие на место крушения за 50 секунд спасатели не смогли помочь пассажирам. Самолет был уже разломанный на четыре куска. Горение продолжалось. Ну и понимаете сами, что такое разбитый самолет. На четыре куска. Там осяк пожара, там осяк пожара. Четыре осяка пожара. И кругом обгоревшие, сгоревшие трупы. Я такого бы, мягко говоря, никому не пожелал, видите. Никому. Ни себе, ни врагу, ни друзьям. Это случаи, которые происходят очень редко, и они остаются на всю жизнь. После такого случая спать порой невозможно. Невозможно. Самая достанная самолетовая посадка в аэропорту города Офган. Руссия, вас оставаться на своих местах до полной остановки самолета. Эту стандартную фразу, сопровождаемую аплодисментами, ждет каждый пассажир авиалайнера. Но на борту 154-го ее так и не услышали. Покинуть кресло пассажирам не удалось. К слову, уснувший за пультом диспетчер наказание тогда избежал. К ответственности работника аэропорта так и не привлекли. Екатерина Булучевская, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. 18 погибших и почти 200 пострадавших в авариях с участием пассажирских автобусов за 9 месяцев. Маршрутные такси и муниципальный транспорт сегодня в центре внимания ГИБДД. Инспекторы проверяли техническое состояние машин. ДТП часто происходит по причине неисправности транспорта, а также изучали в порядке ли документы. Мой коллега Никита Смирнов тоже отправился в рейд и узнал, какие нарушения допускают водители. Конечная остановка на улице Бархатова. Здесь между рейсами отдыхают водители автобусов и маршрутных такси. С появлением сотрудников полиции, омских журналистов и общественников парковка заметно опустела. Частные перевозчики поторопились покинуть разворотную площадку до начала проверки технического состояния транспортных средств. Тем не менее, в ходе проведения рейда в течение дня сотрудники ГИБДД практически все конечные остановки общественного транспорта объезжают и проверяют тех состояния. Уже сегодня до обеда три маршрутных такси поставлены на штрафную стоянку за технические неисправности различные. Более 30 административных правонарушений выявлено, которые были допущены водителями пассажироперевозящего транспорта. Этот микроавтобус инспекторы ГИБДД остановили на улице Заозерное. На первый взгляд, вроде все в порядке. Однако позже выясняется, что у водителя отсутствуют документы о том, что транспортное средство переведено на газ. Рулевой легко объясняет серьезное нарушение. А вот почему нет документов? Вон, видишь, у меня сколько бумаг. Как бухгалтерия. То есть документы есть на самом деле? Да, только надо найти. Впрочем, документы так и не нашлись. Водителю инспекторы выписали штраф 500 рублей, а вот его работодателю, владельцу газели, за беспечность сотрудника, придется раскошелиться на 5 тысяч. По статистике, за последние 9 месяцев в годы из-за нарушений, допущенных работающими на коммерческих муниципальных перевозках, зарегистрировано 134 аварии. 18 человек, в которых погибли, и 199 получили травмы различной степени тяжести. Никита Смирнов, Александр Козлов, 12 канал. И сегодня же стало известно, что муниципальные перевозчики Омска просят пересмотреть предельную стоимость проезда. Извозчики обратились в РЭК, как заявили в городском департаменте транспорта, ожидается незначительный рост тарифа. При этом в него включили приобретение новой техники. Например, планируется взять в лизинг два корпуса трамваев. Вырастет ли тариф и каким он будет в РЭК, пока не говорят. Там только приступили к работе с документами. Напомню, что сейчас для муниципальных перевозчиков установлен предельный тариф от 26 рублей 70 копеек до 29 с небольшим. Однако благодаря субсидиям ОМИЧИ платят за проезд 22 рубля. Этой осенью из Омской области на срочную службу отправится 2442 новобранца. Стартовавшие призывные кампании сегодня на пресс-конференции рассказали представители областного военкомата. Никаких кардинальных отличий от весеннего призыва нет, разве что вместо внутренних войск в связи с реформой призывники теперь будут служить в Национальной гвардии России. Врачи отмечают значительное увеличение количества призывников с высшей категорией годности. И это при том, что диагностика заболеваний стала гораздо шире. Например, каждого призывника не так давно стали проверять на гепатит, ВИЧ-инфекцию и употребление наркотиков. В случае подозрения молодой человек отправляется на стационарное обследование. Вот он 10-14 дней обследуется. Это обследование крови, это исследование статуса человека, это исследование его кожных покровов и так далее. Врач-нарколог, находясь в автобусе со 100 человеками один, и если он каждого посмотрит, он уже процентов на 90 с чем-то визуально скажет, вот этот гражданин что-то выявляет подозрение. Добавлю, что все военкоматы региона сейчас работают в усиленном режиме. За эту кампанию через них пройдет около 15 тысяч призывников. Первая команда омских новобранцев отправится в войска уже 26 октября. За научные достижения и творческие успехи 50 юных омских дарований сегодня торжественно наградили в областном доме учителя. Дипломы и сертификаты на денежные премии ребята получали из рук губернатора Виктора Назарова, зампред областного правительства Татьяны Вежевитовой и министра образования региона Сергея Кононникова. В почетном списке победители международных, всероссийских и региональных творческих конкурсов, соревнований по спортивно-техническому моделированию, призеры Олимпиад, лауреаты научно-практических конференций. Добавлю, что на областные стипендиальные программы, включающие 15 видов премий молодым омичам области культуры, спорта и образования, из региональной казны выделяется более 2 миллионов рублей в год. А Омский центр поддержки одаренных детей один из лучших в стране. Меня наградили за мою исследовательскую работу «Мои земляки – неизвестные забытые герои Первой мировой войны». Работа историческая. Мы выявляли участников Первой мировой войны, которые были забыты, и выявили их, и их записали, и поставили мемориал у нас в деревне Колбышево. Понимая, насколько это важно для региона, создали центр поддержки одаренных детей. В этом центре сегодня можно заниматься любым видом творчества, и те ребята, которые сегодня готовы туда прийти, безусловно, мы их туда стараемся завлечь, увлечь новыми идеями, новыми проектами. И вот они сегодня все здесь, потом, в последующем реализовываются. Поэтому эта работа будет проводиться и дальше, будет поддерживаться со стороны правительства. Безусловно, мы надеемся, что вот в результате вот такой кропотливой работы мы вырастим еще не то что десяток, а сотни и тысячи таких звездочек в регионе. И смотрите во второй части выпуска. Встреча с циником и раздолбаем, о чем рассказал популярный столичный литератор Александр Цыпкин на лекции в МГУ и в студии 12 канала. Ловить утром и вечером, не трогать стерилизованных. Депутаты горсовета и общественники обсуждают, как быть с беснадзорными животными. Возьми с собой Есенина, в Академии МВД началась поэтическая осень, как курсанты несут культуру в массы. Похожий на метеор, он ворвался в аудиторию к студентам и два академических часа учил жизни. В Омск приехал известный столичный литератор Александр Цыпкин. В рамках проекта 12 канала автор накануне встретился со своими омскими поклонниками, а сегодня общался со студентами госуниверситета. Цыпкин сразу заявил, что считает себя циником и раздолбаем. Он рассказал, что на работу предпочитает нанимать девушек, так как мужчины ленивы и безинициативны. Отсутствие креативности – главный враг любого, кто хочет добиться успеха. Он индивидуален как личность и в то же время абсолютно усредненный вариант современного проживающего в сети человека. Он очень просто общается со студентами, совершенно не кажется мне каким-то заоблачно важным и каким-то очень… Он очень популярен, но со студентами он свой. А он правда популярен? Я думаю, что он только набирает свою популярность. А сейчас Александр Цыпкин у нас в студии. Сегодняшний год с часа новостей человек очень интересный. Известный пиарщик, колумнист, публицист, ведущий телепрограмму и популярный автор его книга «Женщины непреклонного возраста» стала настоящим бестселлером. Автор проекта «Беспринципные чтения». В нем участвуют Данила Козловский, Константин Хабенский, Екатерина Шпица и другие известные актеры. Живет Александр в Москве, любит Санкт-Петербург и вот сейчас приехал к нам в Омск по приглашению 12-го канала, чтобы встретиться с амичами в рамках нашего проекта «Как пройти библиотеку». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Критики сравнивают вас и с Довлатовым, и с Агенри, с Веллером, с Гориным. Вам такие сравнения льстят? Насколько я знаю, человек скромный и даже, в принципе, не считаете себя писателем. Ну, безусловно, льстят. Список этот, на самом деле, длиннее, чем список моих рассказов. Вероятно, потому что, наверное, надеюсь, ни на кого из них полностью на 100% я не похож, тем более, действительно, там настоящие писатели, а я, скорее, такой сетевой рассказчик, чьи посты неожиданно были собраны в одну книжку и как-то стало в итоге это книжным проектом. Я хотел бы просто подчеркнуть не то, что я люблю Петербург. Я родился там, всю жизнь прожил, и только в результате своей ошибки переехал в Москву. Жена из Москвы, и я сразу переехал. То, что в Петербурге, мне кажется, могут жить только петербуржцы хорошо, а в Москве любой человек. — Вчера вы встречались с овечами. Как прошла встреча? Насколько она была интересна для вас, для тех, кто пришел на встречу? О чем вы говорили? — Ну, надеюсь, для тех, кто пришел, она тоже была интересной, потому что я не ожидал, во-первых, совершенно такой широкий разброс возрастной аудитории. От женщин, близких к моей бабушке по возрасту, до ребят, по-моему, только в школе учатся. В основном задавали вопросы, как я стал автором этой книжки, почему это получилось, и несколько рассказов прочел, побеседовали, скажем так, в основном о том, что сегодня с литературой происходит. — И что с ней происходит, на ваш взгляд? — Ключевое изменение, которое произошло за последнее время в искусстве, это не только касается литературы, это полностью ушел некий ценз или такой слой людей, которые определяли, ты достоин того, чтобы быть писателем или нет. То есть как было 30 лет назад. Ты приходил к редактору журнала или к редактору издательства, они смотрели рукописи, долго думали, чесали в голове, и потом говорили, нет, ты писатель или ты не писатель. Сегодня ты выкладываешь в сеть все. Соответственно, любой человек может сегодня за один день получить аудиторию, сравнимую с любым тиражом любой книжки. Если он талантлив или если то, что он написал, кому-то интересно, кого-то трогать за душу. Вот, естественно, девальвация искусства происходит, допустим, 30 назад, я бы свои рассказы, наверное, много раз редактировал до того, как они появились бы в книге. Сегодня, какие они есть, такие они и есть. И, наверное, с точки зрения литературы, они требуют серьезной корректуры, я так думаю. Но, тем не менее, у каждого такой шанс появился, неважно, ты фотограф, певец, YouTube, выложил, все. — Вот ваше произведение выросло из сатиричных постов в Фейсбуке. То есть, изначально идеи издаваться у вас не было. — Нет. — Вы оказались готовы к такому успеху и надеетелись ли его повторить? — Ну, судя по тому, что у меня пока еще крыша не съехала, я готов к такому успеху. Мне скорее льстит то, что удалось создать проект «Беспринципное чтение», когда литература пошла в народ со сцены. Никто не ожидал, что в театр будут люди приходить для того, чтобы послушать, как писатели читают свои рассказы. И в Москве, в Петербурге у нас аншлаги, вот этого никто не ожидал точно. И я рад, что площадка не только уже используется для моих произведений, но и для моих коллег, которые тоже со мной вместе пишут какие-то либо короткие вещи, либо куски из своих произведений читают. Мне кажется, здорово, что таким образом литература нашла новый канал для того, чтобы прийти к читателю. Ну и последний вопрос. Ваши омские впечатления? Впечатления от города и после визита к нам появится ли какое-то произведение о нашем городе? Ну, пост появится точно. Во-первых, я к стыду своему не знал, что Омск практически ровесник Петербурга, и поэтому я был удивлен увидеть Дамата того периода. Во-вторых, я был в хорошем смысле удивлен доске с клочком, потому что сегодня происходит какой-то странный пересмотр, очередной пересмотр истории в обратную сторону. А то, что здесь в Омске висит доска, и на которой написано действительно Верховный правитель России, это часть истории. Очень чистый город, долго ехать. Я-то думал, что я приехал в Омск, и тут пешком везде пройду. Нет, мы сегодня 40 минут ехали от гостиницы до телеканала. Поэтому, мне кажется, прекрасный город, замечательная петербургская погода. Вот мне привычно. Вчера солнце, сегодня зима. Спасибо, Александр. У нас в гостях был Александр Цыпкин, популярный автор и участник проекта 12-го канала «Как пройти библиотеку». Другим темам, как будут отлавливать и где содержать бездомных собак, сегодня обсуждали депутат Омского городского совета. Функции по отлову и содержанию безнадзорных животных теперь переданы мэрии, а вот как это будет происходить, необходимо решить народным избранникам. В обсуждении также приняли участие правозащитники и общественники. И предложили во время разработки нового правового документа не забывать о гуманности. Например, по мнению зоозащитников, отлавливать собак специализированные службы должны только утром и вечером, чтобы не наносить вред психике детей, которые могут стать свидетелями процедуры. При этом предлагают не трогать стерилизованных животных, которые не представляют угрозы для людей. А сейчас время новостей спорта. Я приветствую Алексея Дареева. Привет, Алексей. Привет, Денис. Алексей, в федеральных СМИ появилась информация, что КХЛ не устраивает игровая форма, в которой выступает один из игроков «Авангарда». О чем идет речь? Действительно, в ряде средств массовой информации сегодня появилась фотография, на которой видно, что на игровых шортах нашего капитана Евгения Медведева, вот на тех шортах, в которых он вышел, в частности, на лед в матче против ЦСКА, есть логотип национальной хоккейной лиги. Кроме того, хоккеист пользуется баулом в цветах клуба «Филадельфия Флайерс», за который он выступал в минувшем сезоне. Ну, НХЛ считается в России конкурентом КХЛ, и, по мнению ряда СМИ, налицо имиджевый удар по нашей лиге. Сообщается, что КХЛ намерена разобраться с инцидентом. Мы будем следить за развитием событий, а пока к другим новостям. Устроители чемпионата Томской области по мотокроссу вынуждены отменить в заключительный десятый этап турнира. Он должен был пройти в минувшие выходные в Черлаке, но не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий. В ближайшие дни будет принято решение, пройдет ли этот этап позже, либо вообще будет отменен. В таком случае победители и призеры чемпионата будут определены по итогам уже состоявшихся девяти этапов. Последний из них прошел в Москаленках. В гонках помимо хозяев выступали спортсмены из районов области, а также представители Ленинского СТК, СТК Сибади, города Шадринск, Курганской области и казахстанская команда из Петропавловска. В классе 50 кубических сантиметров победу одержал Захар Барчук. В классе 65 кубиков лучшим стал наш гость из Шадринска Владислав Мартьянов. Никита Петров из Омского района стал чемпионом Москаленского этапа в классе 85 кубических сантиметров. В одном из самых престижных классов чемпионата открытый один чемпионом этапа стал Илья Арнаутов из Азовского района. В открытом два свои лучшие качества показал Александр Свериденко из Кормиловского района, выигравший оба заезд. Зрелищный класс мотоциклов с колясками снова, как и на предыдущих этапах, остался за Ильей Смагиным и Русланом Киселевым из Таврического района. Этот дуэт одержал уже восьмую победу на девяти этапах. Невероятный результат. В командном зачете девятого этапа победа досталась представителям СТК Кросс из Называевского района. Стоит заметить, что в некоторых классах мотоциклов, вне зависимости от того, состоится десятый этап или нет, уже практически известны их победители. Так, большие отрывы от конкурентов имеют Владислав Нефедов, Артем Дрык, Владимир Бурлевич, Илья Смагин и Руслан Киселев. Они уже сейчас могут, по сути, принимать поздравления с чемпионством. Волейбольный клуб «Амичка» ввели в последнюю стадию банкротства. Это означает, что через полгода некоммерческое партнерство будет ликвидировано. Назначенный судом управляющий сообщил, что задолженность клуба перед кредиторами составляет больше 113 миллионов рублей. Признаков преднамеренного или фиктивного банкротства «Амички» не нашли. Не лучше, мягко говоря, образом обстоят дела и с бывшим домом волейбольной «Амички». Искакая мне Блинова, МЧС обратилась в суд с требованием приостановить деятельность спортивно-концертного комплекса. Оказалось, что сегодня здание не отвечает современным требованиям. Но это, как выяснилось, не единственная проблема. На сегодня задолженность за коммунальные услуги здесь составляет уже порядка 15 миллионов рублей. Объект могут закрыть в любой момент. Добавим, что в Омске уже появился новый волейбольный клуб «Омь Сибгор», который был создан на базе училища Олимпийского резерва. Любите спорт. Спасибо, Алексей. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. Литературный мир сегодня отмечает 195-летие со дня рождения великого писателя, для мыслителя, философа и публициста Федора Достоевского. Признанный классик мировой литературы, знаковая фигура для Омска, обвиняемый в оппозиции императору Петрашевица Достоевский, был сослан в Омский острог на долгих четыре года. В записке из «Мертвого дома» роман, в котором отразились впечатления о пребывании писателя в нашем городе. Образы, увиденные и взятые Достоевским в тюрьме, найдут свое отражение и в таких произведениях, как «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы» и других. Сам же Достоевский считал эти четыре года временем осмысления самого себя. А в Омской академии МВД вместо выдержек из Уголовного кодекса зазвучали стихи. Теперь отрывки из произведений классика висят на специальной доске в виде объявлений. Таким необычным способом ребята из Литературного объединения Академии решили познакомить с известными стихами всех известных курсантов. Каждый день любители поэзии распечатывают и вывешивают в виде объявлений строчки из известных стихотворений классиков Пушкина, Державина, Лермонтова, Ахматовой и многих других. Понравившиеся можно просто оторвать и забрать с собой. Как говорят авторы проекта, особой популярностью пользуются Марина Цветаева и Сергей Есенин. Причем форматов объявлений стихов заинтересовались даже студенты из других Омских вузов. Ребята из Литературного клуба Академии постоянно пытаются приобщать своих одногруппников к прекрасному. У нас творческая группа есть, которая работает над новыми форматами. У нас проводятся литературные чтения, на которых мы рассматриваем произведения омских поэтов, поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Проводили творческий вечер, посвященный Есенину, где курсанты сами выступают с произведениями авторов. Все наши новости на сайте 12-й канал.ру. Впереди прогноз погоды. Дождитесь. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас макароны Алмак 28,50 за килограмм. Окрочок бролера 89 рублей за килограмм. Соус майонезный Гурмастер 400 миллилитров 19,50. Гуртинка! Ура! Довольные покупатели – наша главная ценность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, не спеша. Спутниковая ТВ в рассрочку на 6 месяцев. Телекарта. Смотри, не переплачивай. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. Всероссийская ярмарка меда. Мед урожая 2016 года от 250 рублей. При покупке от 1 килограмма меда баночка меда в подарок. Континент-2. С 21 сентября по 16 октября. И о погоде. Завтра, 12 октября, по всему региону пройдет снег. Ночная температура воздуха в районах 3-5 градусов холода. Днем от минус 2 до плюс 3. В Омске ночью 2-4 ниже нуля. В дневные часы потеплеет до плюс 8. Ветер умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин